Наличие опухоли в единственной почке является абсолютным показанием для оперативного лечения. И в данном случае хирургическое лечение на образование единственной почки это в определенной степени баланс между онкологическим контролем и сохранение функции почки. Говоря о факторах, которые могут сохранить послеоперационном периоде функцию почки, можно выделить следующее. Это функция почки до операции, которая может сказываться на послеоперационном периоде, то есть сложность удаления опухоли, типа продолжительности шемии, зависит от объема опухоли, ее локализации, объем удаленной сохранившейся паренхимы, а также времени наблюдения. Если на сегодняшний день все-таки открытая резекция почки при опухоле единственной почке остается золотым стандартом, несмотря на появление таких продвинутых технологий, как роботическая ассистированная резекция опухоле единственной почки, и в ретроспективных исследованиях в достаточно больших сериях, это, например, в Фергане 400 больных было прооперировано, 40% из этой серии имели опухоль более 4 см, а около 30% имели стадию Т3А. И достаточно неплохие результаты, в общем-то, средняя выживаемость в этой группе была в 50-летней, около 70-75%. Другие исследования, такие как Лерошель, Шинк, Саранчук, показали также, что эта методика широко применяется, тем не менее, они опубликовали данные, что около 15-17% пациентов имели позитивные хирургические края при открытой резекции опухоле единственной почки. Тем не менее, метод широко применяется, и на сегодняшний день усилия хирургов направлены на профилактику повреждений перенхемии почек, ибо это самая большая проблема в лечении этой категории больных. И работы идут в плане раннего удаления зажима с артерии, пережатия только одной из ветвей почечной артерии, либо применения различных видов турникетов на тело почки. Говоря о такой методике, как нуклеация, либо нуклеорезекция. Во-первых, не всегда удается выполнить нуклеацию, поэтому подавляющее большинство специалистов выполняет в процессе этой операции нуклеорезекцию. И, тем не менее, отношение к этой технике отнюдь неоднозначное. Ряд специалистов поднозначных говорят о том, что эта техника чревата тем, что число позитивных хирургических краев гораздо выше, достоверно выше, при выполнении нуклеации, а не резекции опухоли. Другие, наоборот, не находят существенных различий между техникой резекции и нуклеации. Ряд специалистов, такие как Кутика, Корини, применяют аргоновую аблацию в ложе нуклеированной опухоли для того, чтобы снизить вероятность позитивных краев. Тем не менее, одна из наиболее цитируемых работ – это Фикара, который посвятил свою работу изучению вероятности и факторам риска развития позитивных краев, а также в этой статье публикованный обзор различных работ, посвященных позитивно-хирургическим краям. Но тем не менее, он утверждает, что оптимальный край резекции здоровой паренхимы должен составлять не более 5 мм, ибо наиболее часто при инвазии капсулы инфильтрация опухоли составляет около 4,5 мм. Тем не менее, специалисты продолжают выполнять инуклеацию, и единого мнения в плане преимуществ инуклеации либо инуклеорезекции и открытой резекции нет. Функциональные результаты. Безусловно, это кругольный камень, нефронсохраняющий хирургию пациента с опухоли единственной почкой, и результаты функционально оцениваются по таким показателям, как скорость клубочковой фильтрации в раннем и постних периодах после операции, проценты пациентов, требующих постоянного либо временного гемодиализа, и по проценту хронических заболеваний почек пациентов в послеоперационном периоде. Необходимо напомнить, что по гайдлайнам практически все пациенты с опухоли единственной почкой перед операцией должны быть выполнены нефроцентографией, для того, чтобы в последующем оценивать функцию почки. Если обратить внимание на тот континген, который, как правило, бывает в нашей практике и в практике клинических работ с опухоли единственной почки, то подавляющее большинство, в данном исследовании, 46% больных уже имели хроническую болезнь почек, что в свою очередь негативно повлияло на послеверационный период, в частности, через 3-6 месяцев 5% потребовали гемодиализа, через 10 лет 6%, а в послеоперационном периоде 89% имели хроническую болезнь почек в третьей стадии. Другое мультицентровое исследование, включавшее более 600 больных, показало, что спустя 90 суток после операции 18% больных потребовали гемодиализа. Еще одно мультицентровое исследование, которое изучало факторы развития хронической болезни почек в пятой стадии, и это исследование показало, что практически предоперационные функции почки и развившиеся после операции осложнения являются предикторами развития этой стадии хронической болезни почек. Достаточно интересное и модное направление, можно даже сказать, это различные предикторы и прогнозы в плане функций почек, исхода. После появления Реннольдско, действительно, интерес к нему был большой, и на сегодняшний день подавляющее большинство считает, что это действительно показатель оптимален в плане как сравнения групп больных, так и даже при выборе оптимального метода лечения. Тем не менее, данная работа показала, что Реннольдско не является предиктором функции почки после операции, и в данном исследовании также было показано, что снижение скорости клубочковой фильтрации в первые 6 месяцев после резекции опухоли единственной почки составило 11%. Говоря о консенсусе временной ишемии почки, на сегодняшний день об этом много говорилось, и оптимально это 20 минут тепловая и холодовая ишемия 35 минут. Тем не менее, предпринимаются различные исследования для того, чтобы еще в существенной мере снизить повреждающие действия шемии на почку. Если говорить об охлаждающей технике, то она на сегодняшний день возможна практически только при открытой технике резекции, и при лаброскопической, и роботосистированной практически не применяется. Говоря о противошемическом действии манитола, который на сегодняшний день широко применяется, как за рубежом, в некоторых клиниках в нашей стране, это защитное противошемическое действие требует дальнейших исследований. Допамин, который одно время был разрекламирован как препарат, который обладает ренопроциктивными действиями, японские исследования последних лет показали, что не обладает этими действиями, о которых говорилось ранее. И в настоящее время в достаточно значительные усилия направлены именно на снижение времени ишемии. Мало того, на сегодняшний день возникает вопрос небольшой времени ишемии в пределах 10-15 минут. Обладает ли вообще каким-то повреждающим действием? И может быть, нет необходимости применять безошемические техники, а применять ишемию короткой продолжительности, в течение, например, 10 минут, и получить те же самые результаты, что и получаем при безошемической технике. Тем не менее, таких исследований пока нет, и, по всей видимости, через какое-то время мы ответ на этот вопрос получим. Говоря о применении ишемии, безусловно, в сегодняшний день все специалисты склоняются к тому мнению, что скорость клубочковой фильтрации напрямую зависит от времени ишемии. И даже с соблюдением временного консенсуса, когда ишемия тепловая не превышает 20 минут, тем не менее, скорость клубочковой фильтрации снижается через 100 дней после операции в группе тех пациентов, у которых применялась ишемия по сравнению с безошемическим. Еще одно исследование мультицентровое, где пациенты сравнивали с отдаленными результатами у пациентов без ишемии и с применением как открытой, так и лапароскопической техники резекции. Исследование показало, что риск развития хронической болезни почек в два раза выше при использовании ишемической техники, и скорость клубочковой фильтрации при использовании ишемии опять же в пределах временного консенсуса снизилась на 15 мл в минуту. А у пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации до операции была меньше 30 мл в минуту, риск развития хронического заболевания почки в четвертой стадии в три раза выше в течение трех лет после операции. Необходимо сказать, что в клинической практике встречаемся с группой высокого риска с опухолями единственной почки, которая включает в себя этот тромб почечной вени, опухоль большого размера, центрального расположения и рецидивом опухоли единственной почки после предшествующей резекции. Безусловно, эта группа особая, и таких публикаций и опыта в литературе не так много. Это одна из публикаций. 25 всего больных было в таких аккумулировано в исследовании. Однако результаты достаточно впечатляющие в плане осложнений. Это время операции, в первую очередь, 8,5 часов, кровопотеря 2 литра, осложнение 52%, причем, обратите внимание, какие это три пациента ренопривное состояние, провождающие внутренние органы 29%. Через один год уровень скорости клубочков фильтрации 29 больных восстановился, как до операции. Тем не менее, пятилетняя выживаемость без метастазирования 95%. Это лишний раз говорит, что этих пациентов нужно оперировать, несмотря на те грозные осложнения, которые имели место. Еще одно исследование. Всего лишь два пациента стадии Т3А с опыта в тромбе в почечной вене. Отмечает на себя внимание то, что у двух этих больных произошло резкое снижение скорости клубочков фильтрации практически в два раза. Тем не менее, в ближайшем послеоперационном периоде местный рецидив не был не выявлен у ни одного из этих больных. Говоря в целом об осложнениях у пациента с опылью в единственной почке, по разным публикациям частота этих осложнений весьма варьирует. Тем не менее, если говорить о ранних осложнениях, оставляет от 7 до 26%, включает острую почечную недостаточность, повторную операцию, уреному и кровотечение. Частота поздних осложнений колеблется от 5 до 26%. И включает хроническое заболевание почек и протеинурию. Говоря о показателях выживаемости, она в первую очередь, безусловно, определяется функцией почки, которую мы получаем после операции. И канцероспецифической смертностью обусловлены наличием позитивных краев, либо лимфовоскулярной инвазией. И на сегодняшний день, если посмотреть отличные данные, ретроспективные исследования, опубликованные в последние годы, можно сказать, что эти показатели достаточно обнадеживающие. В общем-то, пятилетняя выживаемость в пределах 80-85%, а десятилетняя в пределах 80-75%. Таким образом, на сегодняшний день, в общем-то, можно сказать, что эта техника как открытой, так и лапароскопической резекции, она актуальна и должна широко применяться. Говоря о сравнении открытой резекции, опубликованной почки по сравнению с лапароскопической, подавляющее большинство специалистов склоняется к тому, что все-таки открытая операция более безопасна и в калане, и осложнений, и времени, и шемии. Поэтому, действительно, многие специалисты ведут предпочтение все-таки открытой техники. Тем не менее, в тех центрах, где лапароскопическая резекция является, в общем-то, наиболее часто используемой операцией, показатели не всегда настолько разнятся в пользу открытой резекции опублики единственной почки. В данном исследовании, в общем-то, время и шемии было меньше при лапароскопической резекции, время операции также меньше, время кровопотери, тем не менее, число осложнений было сопоставимо. Говоря о сравнении роботосистированной и лапароскопической резекции опублики единственной почки, технически, это две операции, практически используют те же самые технические приемы, тем не менее, частота осложнений по клавину при использовании роботосистированной техники достоверно ниже, чем при использовании лапароскопической резекции. Это достаточно легко объяснимо, ибо робот, безусловно, позволяет более тщательно выполнять все этапы и быстрее. То же самое касается и показателей кровопотери, и продолжительности операции, и результатов. Таким образом, на сегодняшний день открытая резекция все-таки остается золотым стандартом лечения больных с опухоли единственной почки. Онкологическая безопасность и максимальное сохранение паренхимы почки – основная цель невразберегающей хирургии опухоли единственной почки. Выполнение невразберегающей техники, то есть паренхимосохраняющей техники у больных с единственной почкой должно проводиться в соответствии с временным консенсусом длительности ишемии. Роботосистическая операция резекции почки – перспективный вариант лечения этой категории больных. И нуклеация опухоли у больных с единственной почкой позволяет сохранить максимальный объем здоровой ткани и избежать повреждения сосудов и ишемизацию. Мы попробовали проанализировать результаты лечения больных с опухоли единственной почки в нескольких стационарах города. Из неонкологии 25 больных, городской онкодиспансер 5 больных и медсанчасть 3 больных. Тем не менее, только 21 пациента удалось изучить отдаленные функциональные результаты. Если сравнивать и безошемические виды операций, то при сравнении мы получили, что степень снижения скорости глубочкой фильтрации в ранний период, послеоперационный период в группе ишемического доступа был достоверно ниже на 30% по сравнению с безошемическим доступом на 13% в этих группах. Если говорить о сравнении между открытой лапароскопической резекцией опухоли единственной почки, то здесь показатели близки. И в целом отмечается послеоперационное снижение функции почки с последующим ее улучшением. Тем не менее, вот эта кривая, эта резекция опухоли единственной почки с ишемией, мы не можем пока объяснить вот это вот определенное низкое такое снижение. Может быть, все-таки удалялись. Была выполнена резекция небольших объемов опухоли, что приводило, в общем-то, не к сильному снижению функции почки в ближайшем послеоперационном периоде. Таким образом, можно сказать, что опухоль, резекция опухоли единственной почки на сегодняшний день это техника операции, которая развивается и востребована, и потихоньку накопление опыта приводит к улучшению результатов. Спасибо за внимание.